Поехали, готово! Это слова президента США во время подписания исторического документа, второго в истории страны Ленд-Лиза. Каждый день украинцы борются за свою жизнь. Стоимость сражения не дешева, но уступить агрессии еще дороже, сказал он. Закон значительно упростит оказание Украине военной помощи и позволит правительству предоставлять взаймы или давать в аренду средства обороны Украине и другим странам Восточной Европы, пострадавшим от вторжения России в Украину. Чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить гражданское население от потенциального нападения или продолжающейся агрессии со стороны России. 74-й день российского вторжения. В эфире НЕХТА самые важные и интересные новости к этому часу. Путин завис на параде. После того, как его жестко подставили. Победобесия шагает по стране. С честью выполняет свой долг в ходе специальной военной операции. Но правда все равно просочилась в эфир. Руки в крови. Путин запутался в своих бреднях и заглючил. Во время выступления на параде Победобесия в Москве на словах про самостоятельность России самостоятельно без бумажки закончить фразу он так и не смог. Россия дала упреждающий отпор агрессиям. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны. Пожалуй, это был самый интересный момент его выступления. В остальном же все как обычно. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. То столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Разжигание русофобии, восхваление предателей, издевательство над памятью их жертв. При этом ни слова спецоперации, ни тем более война в актуальном контексте фюрер ни разу не произнес. Мало ли еще свистали бы. Впервые за долгие годы он промолчал о недопустимости войны и планах на будущее. Будущее туманно, а война уже идет. И совсем не так, как хотелось бы. Почему началась война? Строгое соблюдение международных норм, уважение государственного суверенитета и самостоятельного выбора каждого народа это одна из безусловных гарантий того, что трагедия прошедшей войны никогда больше не повторится. Война всегда вызов самой жизни, всему лучшему в ней. На мобилизацию не было даже намека. Агрессивную риторику и угрозы Путин резко поубавил, после того, как штаты очень элегантно намекнули, что против Бункерного готовится военный переворот. А его лидеры находятся в контакте с Пентагоном и Госдепом. Единственным наездом на США стал якобы запрет ветеранам приезжать на победобесный парад в Москву. Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на парад в Москву, фактически запретили это делать. Хотя и ежу понятно, что они бы могли приехать только на такой парад. А на показушном и смотреть было нечего. Ничего нового, а все, что показано, и так уже везде показывали. Правда, в отнюдь неприглядном свете. Недавно в Украине уничтожили гордость и прорыв военной промышленности. Т-90М прорыв сгорел после встречи с воинами ВСУ. Модернизированная версия одного танка стоит более 4 миллионов долларов. Серьезно подставили бункерного фюрера и с воздушной частью парада. Напыщенные репетиции с Зюс-Вастикой и взлеты самолета судного дня. А на деле пшик. Ничего. Якобы из-за нелетной погоды, хотя тучи никогда не были помехой для победобесов. Они всегда разгоняли их похлеще мирных протестующих. Один из инсайдеров InformNapalm сообщил, что реальной причиной отмены воздушной части парада стала позорная неисправность самолета судного дня. По другим данным, воздушную часть парада отменили не только из-за этого. Интересно, что в 2020 году российские медиа писали, что РФ потратила более 540 миллионов рублей на «разгон облаков» для безопасности полетов военной авиации. На самом деле полеты отменили, поскольку российские самолеты в некоторых городах могут встретить на пути украинские переносные зенитно-ракетные комплексы. Поэтому история о плохой погоде – лишь манипуляция. Особенно если учесть, что ежедневно Россия на свою спецоперацию в Украине тратит от полумиллиона до 20 миллиардов долларов. По некоторым данным, авиация не смогла взлететь также по причине отсутствия и достаточного количества техники и доступности квалифицированных летчиков. Они заняты или Украиной, или тушением пожаров в южной дуге и Сибири, где недавно сгорел целый город. Кстати, Россия впервые нанесла ракетный удар по Украине советскими ракетами Х-22, сообщает Дефенс Экспресс. Их применение может говорить о том, что запасы калибров и искандеров действительно исчерпываются. Не хватает и солдат. Срочники слишком быстро погибают в Украине. А в России продолжают жечь военкоматы. Коктейлем Молотова угостили очередную фабрику по отбору пушечного мяса. На сей раз в Череповце. Это уже седьмой горящий военкомат в РФ с начала войны. Не заметили на параде и его завсегдатая начальника генштаба Валерия Герасимова. Ранее появлялась информация о том, что его ранили под изюмом. Кроме него и в Москве, и в Севастополе отсутствовал командующий Черноморским флотом. Куда он пропал после отрицательного всплытия Москвы и последующего шторма во всех смыслах, неизвестно. Появилась также информация, что один из уничтоженных накануне парада катеров типа «Раптор» в районе острова Змеиное был парадным катером Путина. Белый цвет корпуса и бортовой номер 001. Именно на его борту Путин несколько раз принимал военные парады в Петербурге и Севастополе. Теперь же уничтоженная Байрактаром Посудина встречала парад на дне Украинского моря. Кстати, в России обнаружили выжившее сердце крейсера «Москва». Неуклюжий танчик с таким же бортовым 121 в интернете уже мило обозвали «Чмоней». Не солгали пропагандисты «Жива еще Москва». Не забыл Путин и возложить венок к могиле неизвестного солдата, цинично акцентировав внимание на обелиске города-героя Киева. Но у Украины скоро будет два дня победы. Кстати, свастики вообще не было в Москве. Поклоняться фашистской букве войны почему-то не стали. У них был другой идол за трибуной. То ли дело регионы. Можем повторить или разгулялись там по полной. Пока все спали, в Екатеринбурге гордо маршировали с нашитой современной свастикой. С честью выполняют свой долг в ходе специальной военной операции. Где-то даже обещали что-то напомнить. А в Подмосковье подросткам раздали портреты чужих дедов. Как вас зовут? Николай. Николай, я смотрю, что у вас фотография, это не военного времени. Вы успели... Кто это, дедушка, прадедушка? Это не мой. Это не ваш. А из вашей семьи кто-то воевал? Ребята, вот скажите, пожалуйста, а кто здесь со своими предками? Я поясню. Ранее в России активно собирали массовки на 9 мая и даже в отличие от Беларуси за деньги. Но бессмертный полк быстро закончился. Осталась память и выброшенные на мусорку портреты. А вот правдивые портреты и плакаты запрещены. В Новосибирске нашествие бессмертного полка задержали местного жителя Владимира Салтевского. Он пришел с плакатом «Мне стыдно за вас, внуки. Мы воевали за мир, вы выбрали войну». И победили тот фашизм, победим и этот. Новосибирец рассказал, что его выволокли из колонны некоторые участники с «З-символикой» и передали полицейским. Победобесия продолжила шагать по стране. От совкового флага в болоте... ...до креативных парикмахеров, что заклеймили детей буквой «З» и юных ветеранов с наградами. В Сербии, кстати, тоже прошел бессмертный пук. К счастью, День Победобесия в России не смог полностью одержать победу над правдой и здравым смыслом. Уже на рассвете пользователи многих операторов кабельного ТВ начали получать правдивые сообщения. А на одном из главных пропагандистских ресурсов «Ленте.ру» появились статьи с удивительно правдивыми заголовками. Путинская Россия презирает закон. Россия полностью уничтожила Мариуполь. А Зеленский оказался круче Путина. И нет, их не взломали. Как оказалось, за диверсией стоят сотрудники редакции. Ответственность за размещение статей взяли на себя руководитель отдела экономика и среда обитания Егор Поляков и редактор Александра Мирошникова. Они заменили текст в уже опубликованных новостях. Статьи уже удалены, однако остались навсегда доступны в архиве. В том числе, благодаря информационной войне, которую развязала Россия, получил по заслугам и посол России в Польше. Сергея Андреева, его супругу и группу дипломатов облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве 9 мая. Российский! 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 МИД России и Польши обменялись заявлениями. Лавровские дипломаты выразили решительный протест и потребовали от Варшавы организовать проведение сорванной церемонии возложения венка. А глава МИД Польши назвал инцидент достойным сожаления, которого не должно было произойти. МВД Польши объяснили акцию эмоциями украинских женщин, чьи мужья сейчас на войне. Сьогодні ми зірвали покладання квіту посла Росії до пам'ятнику, вербимось там солдатам. Ми, українські активистами, просто підійшли до посла в Бриту, розірвали на себе штучну кровь. Так само ця штучна кровь попала на посла, на іншого-либо там посипалку, и вони з ганькою під криками фашиста просто поїхали сюди. І ми не дали їм покласти квіти, і так само венок ми розірвали і закидали їх. Звучить Україна! Из уничтоженного украинского Мариуполя террористы из ДНР хотят сделать город-курорт. Об этом заявил глава САМОПР, воглашенной республики Денис Пушилин. Вот только если террористы останутся в Мариуполе, сделать из него получится лишь город-призрак. Он уже превращается в огромную братскую могилу. То, что пропагандисты и террористы витают в облаках, мы уже неоднократно рассказывали. Однако каждый раз, когда кажется, что дно уже пробито, мы получаем новые видеозаписи из России. Это интервью приближенного к Кремлю политтехнолога и депутата Госдумы для ГАГи будет наверняка считаться явкой исповинной. Я вообще сразу скажу, что в этом смысле мое мнение абсолютно радикальное. Я считаю, что даже само понятие «Украина» не должно существовать в будущем. И понятие «украинец» не должно существовать в будущем. Войска 1-го Белорусского фронта после упорных уличных боев завершили разгроб немецких войск, полностью овладели столицей Германии городом Берлином. Капитуляция подписана. Войска 1-го Белорусского фронта. Капитуляция подписана. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Думок про майбутнє Мрій та сподівань Що цього не станеться ніколи знову Але історія повторюється І ми пройдемо по цьому колу З Україною в серці Нездавання і сили І буде наша перемога І буде наша перша хвилина миру Ми віримо, ми пам'ятаємо, ми перемагаємо Актуальна і оперативна інформація Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!